Всем доброго времени суток, друзья! Данный расклад для Татьяны и в нем мы будем смотреть перспективы отношения с задуманным человеком. Это первый мужчина, о котором вы мне писали. Итак, мы смотрим сейчас, как он к вам относится, что ему нравится или не нравится в вас. Может быть он ждет конкретных каких-то поступков от вас и какова перспектива отношений на ближайшие полгода с ним. То есть, что вы можете получить от этих отношений. Конечно же, мы смотрим его намерения, его поведение. Мы можем смотреть, что ему нравится и не нравится в вас и какого поведения, каких поступков, какого отношения он ждет от вас. Чего не будет с данным мужчиной в ближайшие полгода. Что может быть с ним. И совет карт, что вам делать в данной ситуации. Что бы рекомендовали вам делать карты по отношению к данному человеку. Ну, первое, что мы смотрим, это то, что человек думает о вас, как о справедливой, но холодной женщине. Он считает, что иногда за исполнением, скажем так, законности и правильности, вы теряете нить человеческих чувств. Да, здесь карта выпадает, которая отвечает именно за чувства. Он считает, что вы очень сильная и временами даже резкая. Но, тем не менее, я могу вам сказать, что он считает вас привлекательной. То есть, для него вы женщина, на которую он обращает внимание, тем не менее, как на человека противоположного пола. Он может считать, что вы влюблены сейчас. Причем не факт, что в него. Потому что иногда за вот этим вот железным характером он может видеть какие-то такие чертики у вас в глазах. И тут я могу сказать еще о следующем. Данная карта может выпадать как карта развода. Например, не факт, что это ваш случай, но иногда бывает такое сочетание, что вот такая карта означает развод из-за любовного треугольника. То есть, он считает, что может быть в свое время, например, в вашей жизни было расставание из-за проблем именно вот таких любовных треугольников. Но что из этого ваш случай, конечно, вы поймете лучше. Что касается его чувств, то у него, знаете, какие-то такие очень теплые чувства, очень уютные. Он понимает, что вы в глубине души тоже женщина, которая умеет чувствовать. Он считает, что вы хозяйственная, что вы такая вот, знаете, ну именно истинная женщина. Но, тем не менее, он чувствует, что вы можете и способны, скажем так, на дипломатические некоторые шаги. И также можно сказать, что его чувства к вам не являются какими-то очень сильными. Но он, наверное, был бы не против немножечко схитрить и по семерке мечей, скажем так, совершить хитрый такой поступок вместе с вами. Но поступок, скорее всего, по отношению к своей супруге, потому что он видит это как, ну, некоторый обман, плюс ко всему своей женщины. Но этот обман для него желаем, то есть он обращает на вас внимание. Его намерение – это власть, его намерение – это установление четкой иерархии в отношениях. То есть он всегда, называется, помнит о том, кто он и при какой он должности, скажем так. Поэтому его намерение подниматься и далее по карьерной лестнице, зарабатывать как можно больше денег. И эти намерения я пока не вижу, чтобы были как-то любовно именно связаны с вами. Также он, я бы не сказала, что особо приемлет и особо рад каким-то именно личным отношениям на работе. Для него сейчас, в данный момент именно, приоритетны деньги, приоритетно продвижение, приобретение большей власти, чем у него есть на сегодняшний день. И это то, о чем он думает, это то, что составляет на сегодняшний день его намерение. Кстати говоря, в отношениях данный человек тоже склонен лидировать и доминировать. И что касается поведения, ну здесь я могу сказать, что человек, который может действительно, скажем так, ходить налево, человек, который неплохо общается с коллективом, человек, который может сплотить всех в одной команде, но вместе с тем человек, который вот при этом сплочении может влезть действительно в душу, но при этом он никогда не теряет своего единоличия, скажем так. Он всегда, улыбаясь, допустим, в глаза, прекрасно при этом знает, что он от человека хочет. В общем, человек, который действительно мечевой по своей натуре и человек, который прекрасно и ясно понимает и оценивает все свои поступки. Что ему может в вас не нравиться? Ну, ему в вас может не нравиться какая-то достаточно серьезная инициативность и то, что вы тоже, скажем так, человек, который не желает быть абсолютно ведомым, который не желает быть на побегушках где-то. Вы тот человек, который хочет к себе достойного отношения и, соответственно, может к этому прилагать усилия и имеет способности для того, чтобы занять определенное место. Также здесь можно сказать, что человека немножечко настораживает, ну, в том плане, что вы действительно хороший специалист, и в том плане, что у вас сейчас по работе, именно по жезлам приходит пора, когда вам нужно на сегодняшний день продвигаться на следующую ступеньку. И вот как раз сейчас это решение должно приниматься. Также, скажем так, он понимает, что в случае отношений с вами он должен будет помогать, в том числе и материально. И он это прекрасно осознает, и, в общем, это ему не слишком нравится. Что касается того, что ему нравится в вас. Но здесь говорит о том, карта, что ему нравится, скажем так, ваше умение парировать в спорах. Когда возникают какие-то, действительно, может быть, рабочие спорные ситуации, вы можете аргументированно, ясно, четко доказать свою позицию. Более того, вы даже можете спорить с ним. Но грамотно, уверенно, при этом не обязательно побеждая, вы можете все-таки в некоторых вопросах менять его мнение. Вот это ему нравится. Но в то же время, вы знаете, такое ощущение, что вы в плане работы можете являться для него непрямым конкурентом, скажем так. То есть его опасения, связанные с вашим профессионализмом, вполне возможно, говорят нам о том, что он рассматривает вас как достойного конкурента в некоторых сферах, скажем так, в некоторых вопросах. И какого поведения он ждет от вас? Но он ждет от вас поведения абсолютно официального, поведения, которое соответствует регламенту, социальным нормам, поведения, которое, скажем так, прописано на бумаге, вот как-никак вы хотите, а как положено. И он считает, что вы не выйдете, не должны выходить, скажем так, за рамки дозволенного. И более того, ну я не знаю, конечно, что у вас там могло быть, по поводу работы и прочего, но вообще такое сочетание карт, я вам сейчас покажу, говорит либо об уходе из брачных отношений, либо об уходе с работы со скандалом. Потому что здесь действительно социальные нормы или социальные учреждения, из которых может быть то ли ваше повышение, то ли ваш уход с предприятия. Но в любом случае вы не стоите, судя по всему, ведь у нас и карьера вылезла в этом раскладе заодно, вы не стоите здесь, скажем так, на месте. И он вообще ожидает, конечно, какого-то движения. И движение может быть не совсем благоприятного для вас. Он ожидает действительно то ли вашего ухода с работы, то ли ухода с дороги его какой-то. Но в любом случае, да, здесь речь идет не столько о чувствах, сколько о больших каких-то деньгах. Это может быть, допустим, сертификат на квартиру по выслуге, это может быть какая-то большая выплата, какая-то премия, или, ну, в общем, что-то, что связано с деньгами. Чего не может быть в ваших отношениях в ближайшие полгода. И здесь можно сказать, что в этих отношениях не будет абсолютной откровенности. Не будет честности в этих отношениях, тем более карта обмана у нас уже радостно выпадала здесь. Что может быть в этих отношениях? Ну, в этих отношениях могут быть такие, скажем так, острые моменты с перепалками даже, возможно, когда вам нужно будет задействовать свой остренький язычок. Или, может быть, он будет высказываться как-то достаточно резко. Но в любом случае до какого-то краха, до какого-то неприличия такие перепалки доходить не будут. И между вами, скажем так, не получится действительно дружбы. То есть он прекрасно знает, что вы остры на язык, когда это необходимо. И вы можете уколоть его, но он надеется, что вы умерите свой пыл и делать этого не будете. То есть он видит, что вы вполне способны защитить свое какое-то мнение, но он считает, что иногда вы можете, конечно, способны смирить какие-то свои такие всплески настроения. И совет карт. Что вам делать с этим человеком в ближайшие полгода? Карты советуют быть настороже и особо не общаться с ним. Общаться только в плане работы. И общаться тогда, когда вам выгодно. Потому что вам тем более... Вот смотрите, два раза выпадает карта одиночества. Я объясню, что это значит. Это карта, которая резко перекликается с работой и говорит о том, что все решения вам нужно принимать не коллегиально с ним, не советуясь, а самой для себя, индивидуально. И не слушать его советы, потому что в его советах может закрасться хитрость. Ведь мы видим, что в отрицательной позиции лежит у нас та карта, которая говорит нам о том, что у вас не будет абсолютной откровенности, и человек с вами честен не будет. Возможно, и вы в некоторые периоды времени тоже будете не совсем откровенны и не будете показывать всего того, что у вас на душе. В любом случае, у меня сложилось впечатление от этого расклада, что человек имеет с вами на работе действительно какие-то, может быть, даже одни цели, к которым вы стремитесь. И где-то как-то он чувствует даже в вас какую-то, не то чтобы опасность, но некоторые риски того, что вы подниметесь выше, чем ему хотелось бы. Потому что у вас есть к этому все способности, у вас есть навыки, умения, знания. Вы можете занимать более высокую ступень иерархии. Поэтому у человека, видимо, некоторое волнение сейчас присутствует. И доверять ему абсолютно не стоит на сегодняшний день и в ближайшие полгода, на которые мы и делали расклад. Я желаю вам удачи. До встречи. Всего доброго. И женского счастья, конечно, как всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!